159 лет назад родился австрийский художник, основоположник модерна Густав Климт. Климт получил стипендию в художественную школу в 14 лет. Рисовать будущего известного арт-представителя учил его отец, который по профессии был гравером по золоту и художником. Именно он обучал детей и живописи. Талант Климта позволил ему в возрасте 14 лет получить полную стипендию в Венскую школу искусств и ремесел. Семейная трагедия. В 1890 году умерли отец и брат художника. Климту пришлось взять на себя ответственность за две семьи, что привело его к депрессии. Именно тогда он поменял стиль своей работы, отказавшись от классицизма и выработав свой эмоциональный стиль, который сочетает в себе символизм и модерн. Любитель кошек и женщин. Густав Климт прослыл бабникам, который, по слухам, имел связь с каждой женщиной, чей портрет когда-либо писал. Длительные отношения у Климта все же были. Были они с женой его брата Эмили Флеге, которая была владелицей салона модной одежды в Вене. Женщина появлялась на многих работах художника, а его последние зафиксированные перед смертью слова звучали так, отправьте Эмили. Влияние византийских мозаик. Именно они оказали ключевое влияние на золотую фазу в творчестве Климта. Самое дорогое произведение искусства. Портрет Адель Блох-Бауэр, который был написан художником в 1907 году и заказан четырьмя годами ранее мужем женщины, стал самым дорогим предметом искусства, который был продан за 135 миллионов долларов США. Самой известной работой Климта можно назвать картину «Поцелуй». Картины, полной загадок и тайн, остается последнее незаконченное произведение «Невеста». До сих пор искусствоведы спорят о том, что или кто окружает одетую в синее невесту. В 1911 году картина Климта «Жизнь и смерть» была удостоена приза на Всемирной выставке в Риме. Густав Климт умер в Вене от пневмонии. Многие из своих картин он так и не успел завершить.